Твари, они так и говорят, да, есть неучтенный фактор, который они учесть не могут. Это влияние богов. И они знают об этом неучтенном факторе, только они могут его просчитать. С помощью компьютеров, там, всех этих вариантов, они это не могут. И прекрасно понимают, что это может быть решающий фактор. Но они об этом факторе знают. Но вот в книге Беркема, это, конечно, у него псевдоним, не настоящая фамилия. Он это не учитывает. Он, как шаман, некоторые вещи мистические там улавливает. А вот влияние обманавшей богов, ему это не доступно. Но стоит почитать все равно. Алексей, то есть, что богами является в данной ситуации? Что? Что в данной ситуации является богами силой? Ну, это говорится, что боги, это специфические энергии. Но они разумны. И с ними можно общаться. А как их можно обращать в принципе? Ну, вот как раз у нас тема сегодняшней встречи. Это вот махтры. Это как раз номер на телефоне, который набираешь и там выходишь. То есть ты можешь общаться, но просчитать их не можешь, правильно? Ни светлые, ни темные книги просчитать. Да, естественно. Боги – это наши предки, которые вышли на такой уровень эмалиционного развития, что они уже вышли за пределы влияния пространства и времени. То есть мы с помощью ума можем просчитать так же и просчитываем с помощью ума. Но они действуют сами же, правильно? То есть они полиграются вне зависимости от нашей воли. Есть, есть. То есть, грубо говоря, если пришел светлый период, будет светлый. Пришел теплый, будет теплым. Лучше так сказать, что они не подвержены, пришло, не пришло. Это они приводят или уводят эти светлые и темные периоды. Это по их воле делается. Она, в принципе, уже есть предопределенность, да? Однозначно. И все это рассчитано на наше благо. Это лишь тренажер. Нам нужен темный период. Они дают нам темный период. Нужен темный период, потому что нам нужно наслаждаться. Да. Все в их воле на самом деле. То есть без их воли никогда лишится тронинка. Волос в головы не падает. Все по их воле делается. Или вы думаете, есть что-либо в этом мире, которое кем-то не управляется? Может ли такое быть? Но не может. Это просто невозможно. Ну, тогда расстраиваться не стоит. А, а кто? Ну, это что, нужно расстраиваться? Я только радуюсь. Я чем больше углубляюсь, мне говорят, Алексей Васильевич, как вы вот эту всю информацию, как вы живете? Мы кожу повесились бы на вашем весе. Такие страстные, мордасти. Ужасники такие рассказываете. Я говорю, я только радуюсь. Я не говорю, нет, мазохист. Я знаю, что это мне лучше будет. Я страдания не люблю. Ведок написано, что я должен отталкиваться от страданий и стремиться к наслаждению. Я это и делаю. Но я знаю, как от страданий от этих отталкиваются. Я знаю, что эти страдания необходимы. То есть страдания — это сто радований. То есть просветления. Но для этого мне и нужны. И я благодарен и демонам, которые мне дают возможность через эти страдания пройти. Потому что я точно знаю по своему опыту, что если бы я не прошел через эти страдания, у меня бы не было просветления. Я бы не поднялся на тот уровень эволюции, который мне нужен был. И страдания необходимы. И Ведок пишется, что все демоны — это бравые солдаты Бога. Они на меня на самом деле работают. Я им признателен. Молодцы, ребята, продолжайте в том же духе. Это как шахматная партия. Если они черными играют, я белыми. Если кто-то начнет в поддавки со мной играть, мне это неинтересно будет. А мы черные игры в той жизни, теоретически? Да, да. Ведок, айфист, просто, случай, что можно поменять доску, развернуть даже во время партии. А чем мы отличаемся? Чем мы отличаемся? Они все что-то не темно, потом и светло. Понимаешь, у нас цели различные. Если демон все под себя гребет, их так и называют малоимущие, они сколько не имеют, сколько мало. И если на этот путь встать, то под конец они становятся черной дырой, которая все... Они архиваторы. Они все это архивируют, ужимают всю информацию, материю, короче, все, малоимущие. А боги, наоборот, это разархивируют. То, что они сделали, мы берем. Мы скажем, спасибо, заархивировали флешку. Каждый из нас флешку берет. И это надо сейчас разархивировать и усвоить. Опыт как богов, так и демонов в этой флешке находится, в архиве. И мы, это те существа, которые разархивируют и упорядочиваются, управляют всю эту информацию, которую для нас собрали демоны. Поэтому это два противоположных. Я и И. То И, демоны, а мы и Я. Но славяне, но славят и Я, и И. Я славлю и левую руку Бога, и правую руку Бога. Я понимаю, что это ради моего блага две руки. Уже есть больше демонической семьи? Да нет, это слишком глупо. Жефатма-то одна, и у меня есть мужская и женская половина, а я один. Алексей Алексеевич, в случае предопределения всего получается, что у человека есть выбор либо ускорить, либо заметить свою эволюцию, или он даже этого не может сделать? Может, потому что наша эволюция зависит не от поступков, не от ситуации, в которой мы попадаем. Это все равно, что сказать, вот тренажер. Вот в тренажере заложена программа. Вот всех ситуаций, так же? Я просто пользуюсь этим тренажером. Но мне важно, как я пройду обучение, а не какие тут будут картинки передо мной мелькать, то есть ситуации. Так же? Вот представьте, что вот это все морок, иллюзия. Мы попали в голограмму такую. Мы, значит, где-то сидим там в кресле. И это не важно, какую нам картинку тут покажут. А важно, какие мы качества приобретем в результате этой картинки. Так же? И на мою дальнейшую жизнь будут не картинки влиять, не ситуации, а что я приобрету в результате. То есть, как я отнесусь ко всему этому. И вот здесь у нас полное море. Мы можем такие выводы сделать, можем такие выводы сделать. Так же? Отказать. Можем в самомнение пойти, погрешность туда-сюда. А можем... Пусть мы принимаем это, то мы как бы эволюционируем. Если мы это отрицаем, отталкиваем... Задерживается эволюция, да. Нужно воспринимать все... Здесь этот тренажер, он создан ради нашего блага. А теперь нам нужно правильно сделать выводы из всей этой ситуации. То есть, проявить здравомыслие, а не допустить погрешности. Ни туда, ни сюда. И если мы правильно докопаемся до истины, как нужно действительно правильно... Вы помните Дим Суркат, Дим? Так же? Он думал, нужно в этой ситуации вот так поступить. Бум, плохо. Нужно вот так. Бум, что-то. И вот он тут и суды. И под конец, в конце концов, этот жизнь, этот день прожил идеально. Так же? Ни секунды не потерял, он все сделал правильно. Так же? И тогда этот день закончился. То есть, он как бы прошел программу обучения. Это, грубо говоря, в одном дне, показано, как мы по всей жизни проходим. То есть, ну, это как бы аллегория такая. А на самом деле, так, у нас вот, ну, будем говорить, не день сурка, а жизнь сурка. И пока мы идеально это не проживем, все, будем на те же грабли, это насколько только с разных сторон подходы будут. Там просто методом проб и ошибок в течение огромного периода, он понял, как идеально прожить этот день. А если мы будем проявлять здравомыслие, то мы гораздо быстрее этот день проживем. Так же? То есть, сделаем правильные выводы, как правильно поступить в той или иной ситуации. Вернее, даже не поступить, а как отнестись к этой ситуации правильно. Ну, и, конечно, и поступить. То есть, сказать, что, да, в этой ситуации нужно было вот так, вот так, вот так проступить. И если мы это четко проиграем, тогда эта ситуация не будет повторяться. Если мы уже сделали выводы. Потому что ситуация, она и нужна нам была, чтобы сделать правильные выводы. И если мы один раз наступили на грабли, скажем, о, грабли больно дерутся, вот больше я на них не буду наступать. Так же? И тогда грабли и не попадаются. Попадется тяпка. Кристина Ильича, должен вопрос задать? Да. Скажите, пожалуйста, если говорить о рациональном вопросе, да, вот, мы обсуждаем, ну, что мы русские, да, светлая раса, вот. Ну, вы говорите, что все люди, ну, как бы сказать, братья, да, по большому счету. А вот люди, ну, с другим цветом кожи, да, ну, к другим ментальности, они же тоже к свету стремятся, да, там, те же лавы, да, ну, и христиансы есть примеры, это светые. То есть получается, что у каждого народа, да, ну, есть, наверное, внутренняя система для тех, кто хочет идти к свету, правильно? А так. То есть ведь параллельно с нами, да, нет, понятно, что там русские, светлые, да, другие народы же тоже какому-то тяготеют, верно же? То есть борьба идет и у них, и у них же есть тоже, так сказать, знания, ну, которым он уже поучился, да, прям уже, там, тут же тебе, да, там, не условно, да, и Индия, да, они намного как бы по сознанию, да, в какой-то мере братья же. Все люди, они имеют понятие совести, они понимают, что такое хорошо, что такое плохо, все люди, какой бы они национальности ни были, ценности у всех едины. Хоть идите к неграм, хоть к папуасам, это такие же там люди, как и мы. И у них понятие есть, добро и зло, как по совести бессовестно поступать. Эти критерии есть. Моралитические. Да, они для всего человечества общие. Есть это люди, но есть же не люди, а у них вообще, они понятия совести не имеют. Вот ко мне приходили, говорят, целая делегация там, они говорят, ну, вот объясните, вот что такое совесть, мы не понимаем. И они это не лгали, действительно так, им это недоступно. То есть совесть это совместная весть. Когда у человека есть отец, дед, прадед, щуры, пращуры, это уходит в бесконечность. То есть его предки стали уже богами мира слави, богами мира прави там. То есть вот это вот все расширяется, расширяется. И совместная весть использования опыта своих предков дает совесть. И у каждого человека, если он настоящий человек, он понимает, что вот тут совесть мне не позволяет поступать. А у них этого мирила нет, потому что они искусственно созданные существа. Ну, вы же знаете, есть клонирование. Кто в этом не знает. Можно же вывести там в пробирке живое существо. Можно. И если он выращен в пробирке, то потомки, вот как Адам и Ева, все знают, что это искусственно созданные существа, то есть тварные существа. Или по-нашему твари. Если потомки твари, у них же тоже дети есть, внуки, правнуки, так же. И вот потомки, вот Адама и Евы, вот они приходят и говорят, а что такое совесть? Ну, у меня есть, я могу пользоваться опытом отца, деда, прадена. А потом все, Адам и Ева. А дальше пробирка. Откуда у них совесть? Но они застить же тоже не могут. Что? Амин, застить тоже не могут. Откуда? Каким образом? Вот объясни. Ну, знаешь, как, допустим, что все евреи, если они сходят от Адама и Ева, они плохие? Ну, как бы сказать, тут же Сидеров пишет, что для них были жильцы, правильно? Едические жильцы. Ну, верно же? Ну, знаешь, да давай так говорить. Есть евреи, есть жиды. То есть евреи, те, которые накопались в нашей крови столько, что у них есть выход на это. А есть жиды, у которых по материнской линии идет, ты же знаешь, есть чистокровные, которые ненавидят полукровок, четверкровок. Они враги, пушечное мясо для настоящих жидов. Так же. Ко мне приходили именно те полукровки, у которых хоть чего-то начало просыпаться. Чистокровные не приходят. Это конкретные вампиры, которые прекрасно понимают, что все остальные люди, на них это животные, которые питаются энергией. Они не кровь сосудят, они энергию сосудят. И они это прекрасно знают и понимают. И поэтому ко мне они никогда не придут. Они и так все знают. Но они твари. Это паразиты. Это их природа. Это их природа. И у них совести просто не может быть. У них выхода на это нет. У них пробирка. Так они созданы Богом. Именно так вот с ними говорю. У которых, ну демоны конкретно. У них даже ирис исчезает. Вот они когда чувствуют, что они философский спор проигрывают, то есть они притягивали меня на себя. То есть хотели, чтобы я на них там работал. Их вес расклада по-честному давали. У них тоже понятие чести есть. Но своей демонической чести. И вот у них они вот когда начинают злиться, когда злятся и когда вампирят. У них вот эта радушная оболочка глаз исчезает. И просто вот так вот тусклеет, тусклеет. И белок просто становится. Вот сидит такая тварь перед тобой. И у них и нету. Я вот так вот. Сергей, ну а как им противостоять? То есть только через духовное следует? Наша сила в правде. Я ему просто... Понимаешь, они сильны софистикой. Интеллект? Да. Видно, так говорится, бездуховный интеллект приводит к демонизму. Они очень высокоинтеллектуальные существа. И они могут правильные факты брать, но с помощью софистики делать неправильные выводы. А меня этому обучали. Меня на этом не проведешь. И я просто разбивал их, и вот эту софистику в пухи брал. Но мы в конце концов приходили к истине. Что ты одно существо, а я другое. У меня один вектор движения, а у тебя другой. И какие у тебя могут быть ко мне претензии? И вот тогда он понимает, что я абсолютно прав. И вот тогда ко мне и претензий нет. Они не могут меня никакие. Вот если я начал тоже славоблудием заниматься, я попался бы на крючок. А когда я четко, ясно картину показываю, у них нет проблем. Ты белыми играешь, не черными. Все. И красиво разошлись. Но он в гневе, в ярости, что он не смог выполнить миссию свою. Он же взялся за это, должен исполнить. И поэтому они очень гниваются. И это у меня опыт есть такой. Это не какие-то бабушкины сказки. Фантазия такая. Я проходил через это. Я знаю. И откуда у них совесть может быть? Вот мне объяснить. Ну, есть такое дело, что можно от сёдного сделать свежо. От сёдного от сёдного порога. Можно, но это... И волхвы, как вы сказали, ставят в ловушки демону. Я понимаю, что духовный уровень другой совершенно. Знаешь, я слышал, только великие демоны могут на сторону света пройти. Я не слышал, чтобы мелочь порогатая такая сумела на сторону света. У них мозгов просто не хватит. У них опыта не хватит. А вот великие демоны, я читал, я так, да, переходили на сторону света. Можно рокировочку такую сделать. Но мы здесь ставим знак, но равно между демоном и материалистом. Нет. Материалист, это просто зазомбированный может человек быть. У него мозги не работают. Налязали ему ложной ценности. Как лошадь, ершовый надели. Вот под мозг его поставили. Вот тут только и это видит. А по сторонам он не способен посмотреть. У него мозги не развитые. Ну, извилин просто не хватает. Это материалист. То есть форма такая случается. Ну, по большому счету, ты прав. Видо говорится, что мое я, оно не имеет национальности. Не имеет принадлежности к правой или к левой руке. То есть, нет. Я вне этих категорий. И если мне доведется шахматную доску перевернуть, я точно так же, по-честному, буду темными играть. Да мне без разницы, на самом деле. Можно к вам-то на семнар тоже присоединиться? Да без проблем. Ну, пока я светлыми играю, я буду светлыми играть уже до конца, пока я не выиграю партию. А нужно будет развернуть, да нет проблем. Поиграю темными. Ну, можно? Все же должно быть во Вселенной гармонично, соответственно, столько, сколько темного, соответственно, столько же светлого. Ну, да, я не имею. То есть, если, например, кто-то, вот как вы только что сказали, что кто-то из темных перешел в светлый, соответственно, такое же, ну, светлого. И светлый в темных, и в ведах, и это описывается. Ну, то есть, как великие святые становились ужасными демонами, которые порабощали все внутри Вселенной. Потому что большая сила внутри уже. Конечно, крутится, вертится, я и я. Все взаимодополняют друг другу. Это у нас сейчас примитим на сознание, вот есть добро и зло. Так же? Да. А по большому счету понимают, что наше я вне дикоте. Это лишь тренажер. Может творить одно только зло и приносить пользу людям. А может творить одно добро и приносить вред людям. То есть, это нужно, ну, разобраться с этим. И тогда человек выходит вне этих категорий. Это ребенок там думает, ну, вот, если меня там заставляют уроки учить, то это плохо. Он, может быть, и не понимает, что ему эти навыки потом пригодятся. Так же? И многие дети думают, что родители неправильно поступают. Они как тираны там по отношению к ним, а мне что-то заставляют делать. Так же? Приучают к труду, а он не хочет трудиться, а он хочет там играться. Так же? Но взрослые знают, что если сейчас не приучить ребенка к труду, он потом не смог, он будет страдать в жизни. Так же? Не будет трудолюбия у него. Будет разглядяя и будет страдать. Поэтому навыки трудолюбия прививают. Так же? Ну, этот мир смерти, мир страданий. Только через страдания мы приобретаем просветление. И взрослые это понимают, а большинство детей нет, не понимают там. Им хочется наслаждаться, не хочется страдать. Но мы-то взрослые понимаем, что необходимы страдания для нашего ребенка, чтобы толк с него получился. Так и боги по отношению к нам смотрят. Да. Мы хотим наслаждаться там. Чтоб лежали там, тепло хорошо, мухи не кусают. И плевать потолок там на печи. Так же? А боги и такие же. Боги мира славят такие же, а боги мира правил уже нет. А управляющие боги мира правил в основном. Хотя и боги мира славят, могучие существа, но они еще не сдали экзамен. Будет она, так говоришь, они десятиклассники. Если мы первоклассники, то они уже десятиклассники. Но они тоже еще экзамен не сдали. В ВУЗ еще не поступили. А боги мира правил это уже те, кто еще и ВУЗ содержит там. А Ранха просто зло. Так наблюдать за всем этим? А кроме него нет никого. Просто есть у него руки, пальчики там. А все это боги правил, боги славил, люди. Это все он. Тут нет ни у него, кроме него никого. А дальше? Дальше это уже категория пространства и времени. А он не этих категорий. Может там такие же Ранхи сидят тоже.